знаете ли вы что праздновать или не праздновать день рождения это спорный вопрос что есть мнение и в ту и в другую сторону сегодня мы поговорим о том какое время принято отмечать день рождения и я совсем чуть-чуть коснусь мнения почему не принято отмечать день рождения шалом дорогие друзья с вами давид близким спасибо большое вам всем за поздравление с днем рождения было очень приятно и в честь своего прошедшего день рождения я сейчас расскажу вам о том как праздную день рождения евреи днем рождения считается во первых еврейская дата рождения человека важно знать у каждого еврея есть еврейская дата и нееврейская дата так день день рождения естественно идет по еврейской дате и день рождения считается личным рушушана человека человек благодарит всевышнего за то чудо что творец ему сделал что привел его в этот мир написано что в чреве матери ангел обучает ребенка тори и когда ребенок выходит на свет открывается закрытое и закрывается сокрытое каждый день каждый год точнее в день рождения это влияние его созвездия эта энергия она повторяется и написано об этом в иерусалимском талмуде что в день рождения человека его созвездия под которым он родился властвует помогает ему и поэтому еврейский обычай что именинник благословляет гостей и дорогих ему людей вообще обычай праздновать день рождения достаточно молод фактически большую часть времени этого обычая попросту не было и единственный день рождения упомянутый в торе это день рождения египетского фараона книги берешит глава ваишев написано так я цитирую перевод этого пасука который говорит про день рождения фараона и было на третий день день рождения фараона сделал он пир для своих рабов и отсюда как раз идут мнения против того чтобы отмечать день рождения тем не менее рав юсеф хайм своей книги бен ниш хай главар и пишет и есть те которые делают в день своего рождения праздник и это хороший знак и так поступают у нас в доме какие есть обычая в день рождения давайте поговорим об этом значит в день рождения принято устраивать радостную благодатственную трапезу в честь того что всевышний данным прожить еще один год есть те которые благословят шихи шихи я ну это благословение времени что бог всевышний данным дожить до этого времени и они благословляют это на новую одежду и колонизируется то есть имеют в виду также на новый год жизни что всевышний им даровал тот новый год который который вот сейчас они прожили и тот новый год который им сейчас а ну который у них начинается да и одежда вот это на которой благодаря чихи я ну она должна вызывать радость это не просто как это дешевая одежда такая хорошая одежда которая вызывает вас радость значит мы становились на том что человек благодарит всевышнего и благословляет чихи я ну и благодарит за тот год который он уже прожил и благословляет чихи я ну что довел до нового года то есть шиихи я ну это на новый год который начинается с началом дня рождения важно проанализировать прошедший год и определить чего вы хотите добиться в этом году говорят наши мудрецы что если человек берет на себя какое-то твердое обязательство перед всевышним правильно при этом сказать блинедор без обета да то всевышний помогает ему это обязательство исполнить поэтому хорошо взять на себя в день рождение какое-то маленькое обязательство на целый год которые вы точно сумеете осилить и сдержать например пять минут в день благодарит отца или говорится всевышним своими словами не посидуру или учить пять минут в день недельную главу каждый выбирает то что ему нравится также говорят наши источники что день рождения это великолепный день для молитвы во втором псалме это или написано сын мой сегодня я родил тебя и рекомендуется прочитать этот псалом и попросить всевышнего личные просьбы и кстати говоря просьбы лучше всего будут услышаны если вы их просите не только для себя но и для всех остальных евреев которые в этом нуждаются например тот кто ищет вторую половинку скажите господи пожалуйста дай мне вторую половинку из корня души мне и всем холостым народа израиля и вообще в хабаде например принято читать псалом соответствующий году жизни это возраст плюс один то есть например мне исполнилось сегодня 38 лет предположим значит я начинаю читать 39 псалом и обещанный лайфхак про молитву очень сильное средство чтобы молитва исполнилась это благодарить творца за спасение до того как вы это спасение получили написано что царь давид даже делал благодарственную трапезу до того как всевышний ему давал спасение благодарность за это будущее спасение такова была сила веры царя давида ну если мы уже заговорили молитве то хочу вам сказать потрясающий факт который уже упоминал в своем эфире просил у слова оказывается мы находимся в постоянной молитве наверное многие из вас знают что подсознание функционирует по принципу пластинки которая играет без остановки наши убеждения наши подсознательные установки постоянно проигрываются внутри и влияют на нашу жизнь человек который считает глубоко внутри что он недостоин лучшего заработка хорошей второй половинки хороших отношений с детьми и крепкого здоровья даже есть такие которые считают что они достойны близости с творцом представляете к сожалению он сам своими же духовными руками ломает здание своей жизни и я уверен что вы меня понимаете и мне просто не нужно приводить примеры об этом говорит намрав юдалей блох в книге шурей даат шурей адат вот мы перевод его слов влияние сверху вниз происходит не только посредством молитвы и просьб или исполнения заповедей но каждая мысль чувства и знания которые рождаются в человеке в соответствии с этим пробуждается это знание во всех мирах и также знание уже известное человеку если она больше проясняется то она проясняется и во всем творении понимаете и поэтому для тех кто хочет изменить свою внутреннюю молитву я в ближайший понедельник 10 августа с божьей помощью запускаю 10-дневный курс под названием настройка подсознанием который как раз позволит вам за 30 дней изменить вашу внутреннюю постоянную молитву вы почувствуете что достойны настоящей близости с творцом более хорошего финансового положения более хороших отношений с людьми и близкими что вы достойны жениться выйти замуж за великолепную вторую половинку и жить счастливо и вы достойны идти по жизни своим путем и исполнять свое предназначение представляете у кого-то подсознание 24 часа в день молилась о том чтобы не приближаться к достойной второй половинки из-за страха отвержения а после этого курса подсознание начинает 24 часа в день молиться всевышний пошли мне пожалуйста достойную вторую половинку представляете что тогда будет таким образом роджер баннистер побил мировой рекорд побегу на дистанции в одну милю в 1956 году я уже об этом рассказывал все врачи единогласно считали что человеческое существо не может побежать милю быстрее чем за четыре минуты а роджер баннистер поработал над внутренней молитвой и стал мировым чемпионом навсегда вошедшим в историю спорта и поверьте мне начать считать себя достойным чего-либо хорошего проще чем побить мировой рекорд и вы это можете каждый из вас и поэтому каждый кто хочет узнать подробнее о курсе по работе с внутренними подсознательными убеждениями заходите по ссылке в тихую цап группу по ссылке в описании этого урока и я сейчас на всякий случай пришлю ее в чат вот эта ссылка так вот и такого курса в рунете честно говоря я еще не видел его особенность в том что он построен и на еврейской мудрости и на научных исследованиях пока что от участников курса я не слышал никаких отрицательных отзывов только положительные и дорогие друзья спасибо большое каждому кто посвятил свое время этому уроку я желаю всем нам чтобы творец принял наши молитвы милосердно и и будьте счастливы